Праздник в «Звездочке» начали с открытых мастер-классов. Вокал, хореография, театральное искусство и не только. В течение нескольких часов ведущие педагоги из Заречного раскрывали мальчишкам и девчонкам премудрости своего дела. Одним из самых популярных стал мастер-класс «Радиоуправляемые модели». Больше всего, конечно, было желающих девочек почему-то. И они с удовольствием управляли моделью. Ну, конечно, восторга было у них много. Ну, я обычно это очень спортивный мальчишек. Но, тем не менее, девчонки тоже здоровы себе. Ну, сейчас такие девочки. Некоторые успевали посетить даже несколько мастер-классов, попутно пообщаться со старыми друзьями и даже познакомиться с новыми. Ведь на два дня в «Звездочку» съехали самые активные и талантливые ребята, отдыхавшие в летних оздоровительных лагерях, а также их воспитатели. Очень много творческой молодежи, которые проявляют себя практически каждый день. Это выражается во всем, даже походам в столовую. Они могут идти с песнями, они могут идти с танцами. Вот такая у нас золотая молодежь в городе. Не терять темп, который уже задали. Самое главное, чтобы дети продолжали себя проявлять даже в городе. Чтобы они проявляли себя в городе и затем приезжали в лагерь, чтобы проявить себя еще и еще. Я из второй смены отдыхала вместе с юнзарами. Смена была очень творческой, интересной. Сегодня мы представляем на гал-концерте «Танец». Спасибо большое за эти два дня, которые мы отдыхаем. Надеюсь, все будет очень весело, интересно. Ждем дискотеку. Но перед дискотекой предстояло не менее долгожданное событие – подведение итогов флэш-конкурса. В течение этого лета в нашем городе проводился фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце», который посвящен 55-летию нашего любимого родного города. Сегодня самые яркие, самые активные участники будут награждены дипломами за активное участие. Такие номинации, как стемп, театральное творчество, художественная самодеятельность, изобразительное искусство и много-много другое. Хоть победы, как известно, не главные, волновались ребята не на шутку. За считанные минуты до начала церемонии награждения и гал-концерта перед главным корпусом все еще продолжались генеральные репетиции. Тем временем зал под открытым небом заполняли зрители. Среди них и высокие гости. Они-то и вручили дипломы победителям, а также поздравили всех участников летнего фестиваля «Пусть всегда будет солнце». Это только вы смогли сделать так, чтобы у вас сегодня была хорошая погода. Пусть ваше настроение будет подстать погоде, пусть у вас все будет хорошо, пусть вы сегодня еще раз, посмотрев в глаза своим друзьям, каждому из них скажете «До новых встреч в следующем году в нашем любимом лагере». А дальше был концерт, брейк-данс, песни, забавные театральные сценки и даже художественное чтение. Клейдоскоп талантов зареченских мальчишек и девчонок завершили флэш-мобом. Алина Филиппова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».